да ребят смотрите стрим этот засмотрела 9 человек мне на 720p не дают потому что мафия потому что мафия святой отец не ждали 3 хп ребят 3 хп я хочу спуститься где-нибудь здесь а там невидимые стен а вы не а вы не видите игру однако здравствуйте господи играем кстати ребята 12 часов потому что я чё-то при а вот господь ждет пасту свою что у меня аж с мозга пот потёк билет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Не надо, не надо, у меня жена и ребенок. Нет, прошу вас, пощадите меня. О, это всего лишь я, сын мой, не стреляй, я безоружен. Что вы наделали, сын мой? Столько страданий и за что? Бог прощает грехи, но это же ужасно. Убийство – тягчайший грех. Я знаю, отец, но почему-то все пошло наперекосяк. Где-то я ошибся. Столько людей умерли без причин. Они могли бы столько всего совершить. Плохого. Отец, эти люди были бандиты, убийцы, жулики. Тот, который лежит перед нами, хотел изнасиловать мою девушку. Может, Бог так и задумал. Многие люди вздохнут свободнее, узнав об этом. Да, неисповедимы пути Господны. Но как же ты? Сможешь ли ты посмотреть в зеркало? Твои руки запятнаны кровью, которую не отмыть. Я знаю, отец. Облиняйся вокруг, какой разгром. Придется заново освещать церковь. Все разрушено. Я не смогу впустить сюда прихожара. Что же мне делать? Сам сказал, заново освещать церковь. Может быть, это поможет? Молитесь за меня, святой отец. Мне это молиться. Будут сын. Конечно же. Кстати, отец. Ваша маленькая речь о Билли. Не знаю, есть ли у вас совесть. Билли не был таким уж хорошим человеком. Да и добра он в жизни не делал. А? Что? В розыске? Подождите. Вы с ума сошли? Я только вышел. Какого черта? Так, мусор меня потерял. Это хорошо. Я реально, я просто в углу спрячусь. Не, Пирожок, я с тобой согласен. Но проблема в том, что... Подкупает, не подкупает. Но вот есть вот разные вот персонажи. Типа Бонни и Клайда. Но это реальные персонажи. Если говорить о каких-то клишированных персонажах. Есть вот там, например... Я уже говорил про этот фильм. Вот маленький Цезарь. Фильм старый, по-моему, 32-го года. Там чел убивает начальника полиции. города. Без маски. Такой просто. А вот и мы. Я такой. Чего? Что за ерунда? Ну ладно. Я попью. Вы не против? Ребят, кроме шуток, Overwatch прям меня прям морально очень давит. Прям очень давит морально. Я вот прям поиграл. Мне аж плохо реально стало. Я сейчас сидел. Я понял, что если я сейчас хотя бы на 5 минут не стану из-за компа, то мне пипец будет. Мне, кстати, надо угонять машину, ребят. Но я не вижу ни одной припаркованной. Я не знаю, что майяет. Играет музыка. Играет музыка. Я машину ищу. Я просто боюсь, я сейчас буду угонять а-ля как в этом, как в GTA, то ничем хорошим это не кончится. Или можно так сделать? Не, нельзя, смотрите-ка. Реально нельзя выкинуть человека из машины. О, внезапно работает карта. А, подождите, а здесь есть? Тут, по-моему, можно еще на этот сесть. Так как денег нету, сесть на этот, на метро. А, давайте тогда дойдем до Нью-Арк. И вы не против, я прогуляюсь? Или обязательно искать машину? Блин, ребята, у меня трансляция вообще идет, я не понимаю, что происходит. Почему у меня какие-то слеты постоянные? Ну ладно. Так, нет, какой-то мусорской гараж уйти. Не-не-не-не. Не-не-не, ой-е-е-е-е. Ой-е-е-е-е. Блин, я хотел стырить эту тачку. Так, сейчас мусора уедут подальше. Этот катафалк вообще заводится? Да, заводится. Я знаю, что это не катафалк, но я просто знаю, что все уродские машины, ну не все, некоторые уродские машины называют катафалк. Пока что это самая уродская машина, которую я видел в этой игре. Как хорошо, что здесь время не ограничено. Еще, кстати, знаете, что обидно? То, что в игре полностью отсутствует необходимость или даже хоть какой-то интерес к свободной прогулке по городу, потому что... Ну это просто бессмысленно. Просто ходить здесь неинтересно. Можно, но неинтересно. А, кстати, я теперь понял, почему маленькая Италия, потому что много мафии. Пара секретных машин, по-моему. Но я не думаю, что мне, если я просто прохожу игру, имеет смысл за ней гоняться. Если прям рядом будут, и вы мне скажете, что вот они там условно в 5 сантиметрах от меня, зайди туда-то, я, конечно, зайду, а так прям вот ехать за ними не вижу смысла. Не уверен, что мне прям очень сильно облегчится жизнь, если я туда не зайду за ними. Кстати, ребят, вы обратили такое интересное внимание? Я за весь стрим по Увервотчу ни одного правила отвечать не нарушил. Я что-то прям даже в афиге. Что-то прям даже слабо в это верится, но... И мхо, потому что некогда было. Ай-яй-яй-яй. Ладно, давайте припаркуем это корыто. Да тормози ты, господи. Все, выходи. Не, смешная, конечно, машинка, но я бы в такую вряд ли сел без крайней необходимости. Палкон синий, полторва. Ладно. 1938-й. Ты что, шутишь? Каким же чудом ты выжил? Тогда и начались плохие времена. Папаша Билли, советник, был от нас не в восторге. К тому же он был повязан с Морелло. Без помощи мафии он не смог бы получить свое место. Он еще и полицию к этому делу привлек. Так что теперь против нас были и бандиты, и копы. Да ладно. Эй, обе стороны только выигрывали. Полиция изображала из себя борцов с преступностью. И имела кусок хлеба с маслом от Морелло, которого оставила в покое. А Морелло с помощью полиции собирался расправиться с главным соперником. Идеальная ситуация. А наши дела были плохи. Сальери многое потерял. Да и я был не в лучшей форме после всех этих убийств. Начинало казаться, что все бессмысленно. Что надо спешить насладиться всем, что может предложить жизнь, ведь она висит на волоске. Именно поэтому мы с полей начали пить. Но ты вроде бы не совсем спился. Моей жизнью стали убийства, преступления и спиртное. Если бы Фрэнк не помог мне, я бы кончил совсем плохо. Странно, но однажды он нашел меня и захотел помочь. Не подвезешь меня до дома, Томи? Конечно, Фрэнк, садись. Ну, а как жизнь, Томи? Да, в общем, в порядке. Только... Эй, ерунда. Слышал, вы с полей ушли в загул? В городе уже начали о вас поговорить. Надо же что-то делать с деньгами. Если не хочешь оказаться на помайке, Том, найди что-нибудь, ради чего стоит жить. Что? Хочешь поучить меня, в чем смысл жизни? Я видал хороших парней, которые не справлялись с подобными проблемами. Все они кончили очень плохо. Обычно тебя или убивают из-за денег, или ты добиваешься до зеленых чертей, и все твои дружки и милые подружки разбегаются. Дело твое одно. Том не любит алкашей с дрожащими руками. От таких людей одни неприятности. Если не побережешься, то однажды твой лучший друг убьет тебя, не моргнув глазом. Так что же мне делать? Давай, приходи в себя. Можешь вложить деньги в какое-нибудь дело. Я мог бы дать тебе толковый совет. Бросай свои гулянки. Ходи с Доном на гонки по воскресеньям. Попробуй сводить свою даму в театр, ну хоть в кино. Мало ли чего можно придумать. А кого водить, Фрэнк? Приличная девушка не пойдет с убийцей? Знаешь ли, полицейский убивает, охраняя закон. Ты проводишь жизнь наши законы. Это одно и то же, мы просто по разные стороны забора. Ты не убийца, Том. Да и вообще твоей жене нечего соваться в твои дела. Помни, никогда не приноси работу домой. От этого одни проблемы. И где я найду себе женщину, Фрэнк? Я думал, у тебя было что-то с дочкой Луиджи, Сарой. По-моему, она чудесная девушка. Только тебе решать, насколько далеко у вас все дает. Я не хочу подвергать опасности, как твою девушку, как Саре, Фрэнк. Однажды Фрэнк попросил меня заглянуть в бар. Он сказал, для меня есть небольшая работенка. Том, у нас на подходе два грузовика с первосортной выпивкой из Канады. Сэм отправился за ними на место встречи. Это на одной старой ферме за городом. И нам нужно доставить груз в город. Я посылаю два грузовика на одном из них поле. Хочу, чтобы ты отправился с ними и просмитил там за всем. Просто для верности, чтобы все прошло гладко. Возьми у Ральфа машину, с Полей встретишься на нашем складе. Приедешь туда, и Поле выдаст тебе орудие. Окей, правильно. Что, сейчас какая-то адская миссия будет? Кстати, секундочку. Одну секундочку. Мне кажется, в любом случае сложнее гонки. В этой игре уже ничего не будет. Э, а где желтенькая? А, вот она. Да, мы поедем на машине с открытым верхом. О, и плюс она мега удобно стоит для выезда. Ну, нужно погибать, наверное, и плюс я не поеду. О, и плюс я не поеду. О, и плюс я не поеду. Подожди сюда. У меня крыша едет или Что за склад О каком складе идет речь Может гараж Нет это не поле Я просто выехать не могу ребят Встретиться с полей на складе А почему компаса в голове нету у меня Я не понимаю Что? Сходить к Ральфе и Так что у нас на сегодня Это вот это вот разобранное Да? Блин ребят я пипегу не поправил Вот это? Да кстати я вижу какие пальцы у персонажей В скобочках никаких Я поеду на желтенькой Поехали через туннель Да? 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ладно, ребят, я думаю, мусорок не очень много. Можно, можно, можно поджать. Продолжение следует... Я боюсь синих машин, мне кажется, что это мусора. Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе не надо ничего делать. Вроде. Парни загрузят фуры и поедем домой. Всем уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду вести. Купом заплачено, так что не о чем беспокоиться. Всегда есть о чем беспокоиться. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Правильно. Поехали. А курах прям в нас выкинули, прям в камеру. У-у-у-у, негодяи. Продолжение следует... Моя ночная смена. Ну что ты можешь об этом знать? То же, что и все остальные. Даже Луиджи знает, что ты за нею хлест. Думаю, что бы он очень возражал, но в конце концов, ты спас ее невинность. Держу пари, что ненадолго, а? Высох, Коль. Ты что, свечку держал? Ладно тебе. Ты что, знаешь, ничего, она хорошая идея. Вы друг другу подходите. Вот аж в чем не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю. Понимаешь, что ты? Работа с вами. Поворот здесь, клиентов завалил. Ты же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь виски святая, как думают о нас газетчики, ей будет плевать на все это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормально? Всю жизнь не сговорят, что мы кто-то есть на самом деле. Да не дергайся ты. Все. Что с тобой случилось? Сэм должен был стоять здесь, а его нет. Пахнет жареным. Слышь, мы подождем здесь у грузовиков, а ты тихонько сходи, проверь, что делается. Пойди, пожалуйста. Мы с собой порубери. Думаю, пока кольта хватит. Ребята, я как будто бы в Resident Evil играю. Я серьезно. Сейчас бензопильщик как в этом вылезет. Как в... Как эта хрень-то называлась? Эвил Визине. Блин, обязательно когда-нибудь пройду вилвизин на стрим, потому что очень хорошая игра была. Первый раз, когда я проходил. Эх, я думаю, Сэм может просто нажраться и какие-нибудь лежать, потому что сколько мы там ехали. Извините, зайдет. Спать хочу. А просто после стрима еще надо разобраться с подарком маме на 8 марта. И еще нужно будет пару дел сделать. А что-то уже совсем никакой почти. Челик спит. Я думал, он мертв. Ну, наш персонаж хотя бы умеет стрелять. Я этому рад. Трик спит. Трик спит. Трик спит. А, окей. Вернитесь назад. А может, все-таки попытаться найти Сэма или хотя бы то, что от него осталось? Сэма Сэма Сэм Сэма Сэма Посмотрел бы Мафию, если бы так не хотелось избежать спойлеров. Но ты просто смотри ее с самого начала, если тебе лень играть, например. Это наши ребята отстреливаются? Ребята, а вы свои? А что у нас с лицами случилось? А, да, кстати, Шарф, приветствую. Смотрите за грузовиками. Каждого, кто подойдет ближе, чем у нас 100 ярдов, в расход к нам не нас, конечно. А, грузовик горит. Шарф, я сегодня словил стрик из пяти поражений в овервочи. У меня мозг вышел из чата. У меня уже память не пять секунд, у меня уже просто, да, вообще нет памяти. А, грузовик глянок. поле стреляй а 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 но это был явно не поле блин я так и не понял про какой запертый сарай мы говорили да где этот что ли я не понимаю там где то где стою дальше где куда поворачивать какому где он что ты меня троллишь да кстати патроны закрыты ну ладно чёртся да где да где а куда поле делся я не понимаю а все понятно а все понятно почему не 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 а ясно понятно Почему у меня выделился смайлик 4-Header Почему у меня выделен смайлик 4-Header Он у меня стал огромным На втором экране На весь чат размером Еще повыше подними ее Подними повыше, чтобы он уехал Наверх Пожалуйста Блядь, он остался На самом верху висит Ладно, пусть висит Кто вы? Вы из полиции? Мистер Морала и Шериф хотим передать привет И сообщить вам, что с этих самых пор Они берут на себя эту работу На, на, на 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 На, на Что-то у меня аж глаза слезятся Ребята, что за херня вообще с тобой происходит Ребята, я после пяти игр был выводчик Как будто бы на два года постоял Что за херня вообще, э Не, 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 кроме шуток, шарп, я не потяну ксу Она мне кажется, конечно, с моральных точек, с моральной точки зрения полегче будет, но Полегче будет, но Так, где? Я просто, я просто овервотч больше люблю, потому что Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Дай. Как вы задолбали. Так, я понял. Грузовик взрывается по скрипту. Так, шарф, пожалуйста, поссорись сейчас с этим человеком. В чате объясним, почему CSGO топ. Они все мертвы. Что? Ребята из грузовика. Что? Что? А как же всем? Его ты видел? Нет, не видел. Там нет заперты царя. Я запомню. Я запомню. Скриньте, пацаны. Этот человек, у которого был шестой уровень Фейсета. Или восьмой, не помню. Скрин уже в группе Фейсета. Седьмой. Хорошо. Почти попал. Короче, вот в КСе есть ранги. Серебро, звезды, калаши, петухи, супримы. Самый высокий ранг это... Глобал. А над глобалом есть еще 10 уровней, которые называются Фейсет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Где-то начинается с восьмого, начинаются профессиональные игры. Да, и тихрей там 128. А, глобал это пятый, шестой левел? А, то есть ты был всего на один уровень выше глобала. А с восьмого начинаются про игры, да? Стрико Элло. О, господи, блядь. То есть надо, то есть надо взять еще 10 левел, только после этого начинается еще какой-то рейтинг. Ёбаный в рот. Блядь, ну нахуй. Я представляю, идешь ты такой до глобала, потом 10 уровень Фейсета, потом, блядь, брать еще какой-то рейтинг. И потом, возможно... А, понятно. И потом только, возможно, тебя возьмут в какую-нибудь самую дрещевую про-про-команду. Кто, например, девайс? Симпл? Флюша? Дося? Паша, бицепс? Сдохни же! Что, что такое FPL-C? Еще есть CIS Pro League, это хаб на фейсите, из него можно попасть в FPL-C, это уже полупрофессиональный хаб, не только СНГшный. Из ФПСЦ уже можно попасть в FPL. Да, это, ну, Дося, это, я не помню, кто, а Паша Трицепс, это no homo, no homo, my friend. ФПЛ про игроки сидят. А, ну, а FPL-то и там сидят, чилят. Я так понимаю. Кстати, забавное наблюдение, так как я смотрю игры Кекса, ну, так, смотрю краем глаза на второй монитор, где вот сейчас у меня чат находится. Мне кажется, я бы большего сейчас в Кейсе добился, чем в Overwatch, потому что я там знаю, там, про пик от левой стенки, вот эту всю херню мелкую такую. Более-менее так запомнил некоторые раскидки, которые на... Как это называется карта? Do you guide или что-то такое? А, you prak, you prak карта, во. А в Overwatch ничего этого нету. А, Мэдисон, Мэдисон хороший был тип до 15-го года. Все, все, пирожок, ты доволен? А, я еще два раза за стрим должен повадить, чтобы меня не забанили, но мне лень. Спасти Сэма. Как мне его спасти? Поле уже есть. Вы просто понимаете, из-за того, что была сверхтихая речь, не пришли... Не, Шарп, просто понимаешь, ты как красная... Ты понимаешь, ты человек, который лично для меня выглядит как красная тряпка, на которой написан Counter-Strike GO. Потому что ты, наверное, единственный среди всех людей, с которыми я общался больше 10 секунд, который хоть чего-то добился в этой игре. Реально добился. Потому что до этого самые крутые игроки, которых я видел, это петух с свинками. У них звание. Перестал делать ролики, просто. Похоже, они хотят совсем стереть нас с лица земли. Да? Но это будет не так-то просто. Сэм наверху, он в порядке? Ага, в порядке. По крайней мере, хуже уже не будет. Ладно, я заберу его. Постой на шухере. Это, кстати, Шарп Топа. Сэм, это я, Поле. Вставай, пошли домой. Одна из причин, почему мне нельзя в КС играть. Потому что я пока не наведусь на бошку, я не стреляю. Чувствую, похоже, что-то подцепил. Ну, вообще можно, но не стоит. Я только людям сливать игр будут. Как, в принципе, в Overwatch, в Overwatch не надо цели с тобой. На всякий случай. Ладно. Потом, давай с ним и следи в оба. Вот, Томпсон, в труп понадобится. Понял? Не, 15-й год, это он еще что-то сделал в 15-м году. Потом там просто ужас начался. Томпсон, сзади Томпсон и немного патронов. Сныкайся за ящики и приготовься. Стреляй, как только они будут позади нас. Следи, чтобы они нас не обогнали. О, у меня 10 хп, ребят, чтобы вы понимали. Весь сюрс ситуации. О, у меня 10 хп. Блядь, это что, шутка, что ли? Не, слушай, пирожок, понимаешь, после того, как в 12-м году вышел последний ролик на канале Мэдисон Шоу, он после этого еще долгое время... дел ролики на втором канале, вот, полноценно, прям вот очень-очень активно, он их делал до 14-го года, еще немножко в начале 15-го. А потом он понял, что... Ну, его можно понять, потому что там очень-очень-очень много-много-много-много... О, нехо... Что такое? Это, видимо, был намек на то, что надо заканчивать. Боже, сколько же у меня, блядь, игр наставлено, господи! Ну, думаю, да, я просто на самом деле... Ну, я уже говорил, мне сегодня еще... Я лучше посплю, и... Мне еще завтра, блин, работать, так что... Ладно, ребят, в общем, всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи, я думаю, это был намек, что надо заканчивать. Все, давайте, пока! Всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи и всех благ! Послезавтра продолжим путь до Грандбастера в Overwatch! В balancing от Грандбастера вíz. Все о — Пое, в крайнем recipients. Убиг,Yes! Продолжение следует...